Эта молодая девушка едва выжила во время израильской бомбардировки в секторе Газа. Однако её родители, братья и сёстры все погибли. А всего в тот трагический день она потеряла 22 своих близких родственника. Спустя ровно год после того страшного события, палестинка решила выразить всю свою боль через искусство и донести свой месседж до всего мира. Каждая из этих картин изображает моменты и ситуации, которые невозможно выразить словами. Это вещи, которые трудно описать или даже представить. Через живопись я смогла выразить небольшую часть того, что я пережила в тот день и после него. Это выставка, на которой представлены мои картины и тексты, мой голос, который я хочу, чтобы все услышали. 16 мая прошлого года в час ночи в дом семьи 22-летней Зайнап Аль-Кулак попала израильская бомба. В одночасье под завалами была погребена вся её семья. И только лишь Зайнап смогли вытащить живой из-под обломков здания через 12 часов. Все свои страдания палестинка попыталась выразить через живопись. Девушка нарисовала 9 картин с описанием каждой из них. Все работы выполнены в серых и чёрных тонах и описывают трагедию мирных людей от израильских бомбардировок. К примеру, на одной из картин изображены её 22 мёртвых родственника – несовершеннолетних и взрослых, завёрнутые в белую ткань. Другая картина называется «Труп в выпускном платье». А на третьей изображены спасатели у разваленной её дома. Каждая из этих картин изображает трагический момент – определённое время, которое я прожила из-за израильской оккупации. Язык искусства распространяется быстрее. Это язык всех людей, независимо от наших языков и национальностей. И я хочу, чтобы Израиль был наказан за свои преступления. Согласно отчёту Организации объединённых наций, в результате тяжёлых бомбардировок Израилем оккупированного сектора Газа в мае 2021 года погибли 260 палестинцев, включая 66 детей. Кроме этого, около 2000 человек получили ранения разной степени тяжести.